Добрый день, мои друзья! Вот я и вернулась из Шарьи вот с такими поклажами. Видите? Вот сейчас всё будем распечатывать и смотреть прямо на ваших глазах, чего тут. Как я это всё притащила. Сколько тут вес какой огромный. И что тут именно я притащила. Сейчас посмотрим. Вот так вот бывает. Ой, это поездка. Так, ну что, давайте распечатывать. С чего-нибудь начнём. Где, что, куда и как. Так. Вот, давайте будем прямо выкладывать дачный суп такой. Это приправа для супа нужна два. Купила два пакетика. Это наш атырный спирт, аммиак, знаете, да? Это для подкормки моих растений в огороде. Всегда нужно для обеззараживания от вредителей. Таблеточки свои, от них без куда. Ну и диски тоже без них никуда. Что тут у меня ещё? Так, то, что нужно. А, вот смотрите, дрожжей. Это тоже для огорода. Ну и ещё и плюс. Буду пирожки делать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь пачек. Так, в этом, кажется, всё. Документы остались. Закрываем. Открываем следующий отдел нашего рюкзачка. О, таблеточки знакомые, тоже, да? Вот приходится ещё и таблеточками. А что теперь делать? У нас аптеки нет здесь. Ой, самооценное, что я тут купила, потом покажу поподробнее. Это для рыбалки всё. Для рыбалки. Так, это так, значит, это так. Это для рыбалки. Какая-то отдельно всё стоит. Так, ну, продукты пошли. Масло олейно. Сыр. Пашихонский. Со скидкой был. Огурцы. По карте лояльности тоже со скидкой шли. Дальше что тут ещё у меня? Ох, вот тут у меня тяжесть ещё лежит. Опа, сумка упала, значит, пустая. Вот, здесь у меня удобрения. Потому что я, конечно, заказала, что привезли в наш магазин, но я не знаю, там привезли или не привезли, и когда привезут. А уж сегодня поехала, думаю, как-нибудь притащу. В общем, притащила. Притащила, в общем. Это у меня суперфосфат. Говорят, что... Это, по-другому, я сказал, что удобрения очень сильно все подорожали. И это карбамид, то есть мочевина. Они нужды бывают и нынче, и на будущий год, если их потребуются. Вот они. По килограмму каждый пакет. Куда отставляем, в сторону. Ой. Что тут еще у нас? Дальше поехали. Разбирала следующий пакет. Вот, собственно, из-за чего я сегодня так и поехала рано. Вот мне нужны были такие цветочки, чтобы мне на кладбище идти. Через пять дней. Так, вот, цветочки на кладбище. Яйцо. Птицевод. Десять штук. И первая категория деревенская написана. Я не знаю, сейчас найду где-нибудь, наверное, я. Цены на все это. Сливки. Северная долина шахунска. Молочные продукты. Ну, до какого-то там июля. Я с кофе. Мне нужны продукты, вот, молочные. Только для того, чтобы с кофе пить. Так, стиральный порошок. Вот тоже был по акции, со скидкой. И мыло детское тут тоже. Это вот все, значит, бытовая химия таблетки и все это. А здесь пошло, значит, масло сливочное. Воскресенское, пистянское сливочное. 72,5%. И я разное взяла. Сливочная божья коровка. Вот 72,5% тоже. Два разных масла взяла. Сейчас по ценам отдельно скажу тогда. Наверняка же люди цены интересуют. Ну, помидорок немножко взяла для салатика в себе. Сыр еще вот такой взяла. Сыр люблю, колбасный сыр. Вот этот именно хороший. Антарный край называется. Дальше. Ой. Вот такая вот еще броя. Кура, цыпленок. Кушка цыпленка бройлера. Уже поотошел, конечно, пока. В смысле, пооттаял. Пооттошел. Пока я по теплу ехала. Так, дальше. Следующий пакет распечатываю. Как это не на все дотащила? Вопрос на засыпку. Так, люблю сахариванильное. Я их с маслом намазываю. И делаю такие вот, типа вот гренки у меня получается. С сыром, с маслом, с бутербродом. Получается такой, как бутерброд. Масло намазываю. Сыра кусочек. И с чаем. Обожаю. И с кофе. А обожаю. Купила себе. Вот полкилограмма их здесь. Ну, говорила же, я как-нибудь притащу эту бутылку. Вот купила я, значит, глинтвейн. Что-то я не вижу, что тут глинтвейн написано. Это хоть глинтвейн? А, нет, глинтвейн. Правильно, все. Напиток винный, фруктовый, сладкий. Глинтвейн. Вот. Десять с половиной градусов, кстати. Этот, в общем, покрепче какой-то, видимо, получается. Он чуть подороже был, чем который я обычно покупала. В общем, это другая какая-то марка. Так. Ну, конфетка, конечно же, не удержала себе полкилограмма купить, любимой. Вот. Если закончатся сливки, значит, мне кофе нужно с чем-то же пить. Вот я купила, значит, сгущенное молоко для кофе. Потому что совсем не могу черный пить. Приходится уже пить. Ходила в магазин Звениговский, купила вот вырезку такую мяса. Без кости. И там парции у них было. Не парции, со скидкой сегодня были суповые. Не суповые, но боже. Рагу. Свиное рагу было. Вот. 27 июня сделано. Да. 27 июня сделано. Да-да-да-да. В общем, со скидкой. По 60, вроде, 9 рублей. Сейчас цены посмотрю. Где-то, кажется, они мне все давали. Это вот именно что на супы, на борщи и так далее. Ну, надо же, с косточкой. Я вот тут варила без косточки. В принципе, хорошие. Очень много мякоти. Мякоти много. Хорошо. Без косточки. Это как-то бывает пустой какой-то суп получается. Это с косточкой. Так. И еще колбаски взяла. Вот. Звениговская. Называется. Так и назывался. Звениговская колбаса. Все, что ли? Да неужели. Так. А теперь давайте посмотрим, что у нас тут по ценам получаться. Это вообще не наш. Это, кстати, по цене попался другой. Так. Смотрим по ценам. Вот сыр пашеконский. Где он у меня? Вот, ребятки, вот это вот кусочек вот этот. Сыр пашеконский. Он сегодня... Давайте хоть я присяду. И меня будет видно. И то, что я рассказываю, будет слышно и видно. Значит, сыр пашеконский по 299 рублей. О, по 299 рублей. Так. Дальше сыр. Еще какой-то... Или не по порядку тут было. А сыр янтарный вот этот вот. 119 рублей. Это я за килограмм говорю, естественно. Давайте с маслом посмотрим. Что там у нас с маслом? Какие цены? Наверняка людей интересуют это. Так. Масло сливочное. Крестьянское. Масло сливочное крестьянское. А, которое крестьянское. Вот это вот, значит. Подождите, тут написано крестьянское. А еще где масло сливочное? Масло сливочное. Божья коровка. Вот это вот. Масло сливочное крестьянское. Вот это воскресенское получается. Оно по 79,90. Где? Масло сливочное крестьянское. А вот эта вот божья коровка, которая, она 69,90 стоит получаться. Но на них большие скидки. Они стоили по 94 рубля, это масло стоило. И то, и другое. В общем, одно 99,90, в общем 100 рублей, а другое 94 рубля стоило. На них сегодня были большие скидки по 25 рублей на каждую пачку. Так, яйцо у нас. Вот это вот яйцо. Яйцо, я уже сказала, первая категория, стоимость его. Так, стоило. Яйцо деревенское 59,90 стоит оно, понимаете? На него скидки сегодня не было. Не было скидки. В общем, 60 рублей практически. А сливки у нас стоят... Так, давайте по порядку вот тогда прочитаю. Огурцы у нас гладкие стоят 69,90. Так, за килограмм. Я здесь их взяла на 30 рублей, получается. Помидоры, томаты тепличные стоят 79,90. Я их здесь взяла на 48 рублей. Скидки тут небольшие на них есть, потому что у меня скидочная карта дескотная существует. Так, масло я уже сказала, яйцо сказала. Дрожжи по 11,90, 8 пачек. Скидки на них не было. Дальше что? Так, что еще такое у меня? Масло подсолнечное. Вот, масло подсолнечное олейно. Вообще оно стоит 84,90. Но сегодня оно продавалось по 79,90. Скидка 5 рублей на него получается. Так, сливки 43,90. Вот эти вот сливки 43,90. И срок годности у них сейчас посмотрим до 7 июля. В принципе, как раз нормально, на неделю достаточно. Так, так, вафлия нет. Стиральный порошок, он вообще без скидки стоит 100 рублей. А со скидкой, сегодня он был по акции, стиральный порошок. Вот этот вот, Бимакс большой автомат. Он был по 59,90. Это стиральный порошок. Так. И все, да? Здесь еще что-то было здесь. А, еще цыпленок, цыпленок, цыпленок. Тушка цыпленка 121,90 за килограмм. У меня здесь на 170 рублей 42 копейки. Это из магазина Высшая Лива. Поэтому я могла рассказать. А что-то на другое... А, на другое у меня тоже есть цены. Сейчас я посмотрю, они у меня здесь заслужены. Да-да-да, кое-какие цены я взяла, чтобы вот именно, чтобы показать. Так, здесь что у меня? Ага, свинина. Там я купила еще свинину тушеную, баночку. Оставила вот то, что сахарного песка купила, 10 килограмм. Но я там уже оставила. Сахарный песок по 29,90, по-моему. Да, по 299 рублей я там заплатила за него. Оставила, привезут мне потом племянница. Так, свинина банка стоит 109 рублей. Молоко сгущенное стоит 62 рубля, вот которое вам я показывала сейчас. И еще здесь. А, это здесь. И еще должно быть... Ну, это уже из аптеки. Из аптеки я уж не буду вам рассказывать. В аптеках, наверное, у всех все одинаково, как говорится. А здесь что? А вот сахар белый. Сахар белый, да, 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 да. Стоит за... Он стоит 289 рублей, получается. Получается 28,90. Стоит это самое 1 килограмм сахара. Я купила его в Магните. Это самый, наверное, дешевый сахар. Где этот шарьон может продаваться? 28,90 за килограмм. В других магазинах дороже. Так, и еще купила масло подсолнечное. Тоже там 2 бутылки оставила. Это уже потом на заготовке мне пригодится. Оно по 62 рубля 99 копеек. Там оно осталось у меня. Так, еще где? Чего я покупала? Ну, цветы я так могу сказать. А, вот рагу свиное. Рагу оно по 66 рублей. Я говорю, что сегодня со скидкой с хорошей... Этот килограмм стоит 66 рублей. Очень замечательная скидка. И свинина лопаточная 290 рублей за килограмм. И еще колбаса звениковская. Вот эта вот колбаса. Она 125 рублей вот этот батончик стоит. Ну, надеюсь, что я вам все рассказала. Все по ценам. Кого еще чего интересует. Мне еще бы надо, конечно, много чего везти. А конфеты, кстати, вот эти стоят 200 рублей на рынке килограмм. Так что тут ровно на 100 рублей. А эти, кажется, по 140 рублей. Да, это 70 рублей стоят. Они вообще по 140 рублей. Эти ванильные сухари продаются. А, вино еще. Вино должно быть. Чек не давали, я помню. Так, вино. В общем, вино. Я пока не нахожу этот чек. Я знаю, запомнила. Оно вроде стоит 179 рублей. Эта бутылка стоит. 179 рублей. Литровая. Так, что, друзья? А, самое интересное. Где мне чек давали? Нет. Сюда, наверное, положили? Во! Хочу даже показать поближе. Вот прямо будут подносить к камере показывать. Потому что я купила. Для рыбалочки. Мальчики. Вот чек мне тут положили. Какой-нибудь нет. Еще чека-то, наверное, не найти. Это не чек, случайно. Я его и реально не взяла. Я чек, видимо, забыла взять на все эти прибамбасы. Ну, ладно. А, тут вот написано. Видите, вот. Рыба выбирает нас. Вот такие вот силиконовые такие рыбки. А эта упаковочка 130 рублей стоит. Так. Дальше. Здесь, наверное, цен больше нет. Это, я помню, что вроде 85 рублей стоит. Вот эти вот всякие, значит, грузила для поплавочной удочки. Так. Ну, тут точно ничего цен нету. Я уже их и не помню. Я помню, что вот эти вроде бы по 30 рублей, кажется, поплавки. Остальное не помню, честно говоря. Вот эти крючки, кстати говоря, еще. Так где вот тут у меня? Спало, что ли, куда? А, вот. Я купила еще колебательный, значит быть, вот этот самый. Колеблющийся на окуне. Вот такой. Блесну, короче, такую купила. Колебалка называться она. Вот такая колебалочка. Вот такая колебалочка блесна на окуне. Забыла, сколько она стоит. Вот крючки хорошо помню. Вот эти крючки стоят 65 рублей. Кобра. И купила еще я. Ну, для того, чтобы меня на речке не съедали никто. Москутал крем. Потому что все равно надо себя беречь. Укус от ковыров. Вот все это мои покупки, друзья. Спасибо, что посмотрели. Кого интересует? Ну, значит, напишите, как вам это было интересно или не интересно. То, что я вам показала. Конечно, я много чего не привезла. Моих просто дамских уже сил не хватило бы больше ни на что. Но я это привезла и это сделала. Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Ладно, я шучу. Всего пока. Пока-пока, друзья мои. До встречи в эфире. Пока. 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 Пока.